Вчера в ночи уже я смотрю кадры с открытия Олимпиады, и все пишут, что это Олимпиада в Париже, началась, начинают праздничное открытие, я думаю, да не может такого быть, ну как так, что это вообще за люди, что это за люди, которые вообще не соответствуют ни нормам этики, ни нормам поведения, ни внешнему виду, да и вообще просто они даже не смотрятся спортивными. То есть на этих кадрах вы понимаете, какие люди представляют Олимпиаду, и я конечно в шоке от этого, какие-то бородатые мужчины опять в женских костюмах, но самое интересное, что вот первое видео, которое вам показалось с открытия, это символизирует, внимание, друзья, 12 апостолов, посмотрите на вот эту картинку, и посмотрите, как они все это сделали у себя в этом шоу, то есть это прям конкретное богохульство. А вот эти кадры вообще страшнейшие, я сначала не поверил, что это реально с Олимпиады кадры, но представляете, что дети могут это увидеть, и у них будет нарушенная психика, хотя с другой стороны, друзья, если уже на Олимпиаде показывают вот таких вот фриковых личностей, да, то мне кажется, что уже со психикой реально там не у всех все в порядке вообще в целом, так что, конечно, это полная лажа какая-то. Итальянский журналист Анжела Джулиано написал, я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу, ну и на самом деле, да, очень много людей сейчас критикуют Олимпиаду в Париже и сравнивают кадры Олимпиады в Сочи, открытия, вот с Олимпиадой, которая открывается сейчас. Конечно, это небо и земля, когда у нас там бальники выступали, да, у нас все так красиво, чинно, пышно было, то, конечно, вот с тем, что происходит сейчас, это вообще небо и земля. Вы, наверное, заметили, да, что я в дань уважения сейчас нахожусь в футболке Олимпиады, но это у меня футболка 2014 года, я ее храню, вот, видите, написано Сочи.ру, Сочи Олимпиада 2014, поэтому вот такая вот майка у меня тоже есть, в дань памяти я ее сегодня одел. Но самое интересное, что даже на открытие Олимпиады пришли самые главные гости Парижа, вот вы сейчас можете на своих экранах наблюдать, сколько их, они заняли себе самую лучшую вип-трибуну и с удовольствием наблюдали за вот этой векханалией. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, обязательно нажав на эту стрелочку и пишите свои мысли по поводу Олимпиады, смотрели ли вы вообще ее и как вам такой поворот событий, вообще, такое ощущение, что мы не эволюционируем, а чуть-чуть опускаемся все ниже Плинтуса, ну, точнее, не мы, а представители других стран. Всем пока, слушайте мою песню на Spotify и берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok